Вы знаете, политических беженцев, наверное, сейчас уже не осталось. Политические беженцы были тогда, когда это чем-то угрожало человеку, вот конкретно угрожало его жизни, угрожало жизни его близких, когда ему чего-то не давали делать. Гуриеву дают делать все, и давали делать все. Какой же он может быть политический беженец, если он все может? Я понимаю политический беженец Александр Галич, которого перекрыли полностью все каналы, которого выгнали из Союза писателей, которому просто запретили печататься, запретили говорить, петь, да и ходить-то запретили. Конечно, что ему оставалось? Только уезжать. Я понимаю Бродского, которого сажали в тюрьму за то, что он хороший поэт. Понимаете, этих людей я могу понять, как политических беженцев. Понять экономиста, который в полном порядке, который ректор, который много говорит, критикует и ведет общественную деятельность, и его еще никто не гоняет и не пытается посадить. Какой же он беженец? Значит, у него свои какие-то интересы, и с ними тоже надо считаться, это его выбор.